Хочется начать с простых человеческих вещей. Например, с того, что сегодня к нам в гости пришла одна коллега, которая закончила Российский университет дружбы народов и филологический факультет ровно в 1980 году. На год после того, как закончил этот факультет я. Эту женщину зовут Ману Металл, и она является президентом Центра российско-индийских исследований в Дели. При таких встречах, они случаются регулярно, более-менее часто, начинаешь думать о человеческой истории факультета. Ведь есть факультет, факультет – это живой организм, который когда-то родился согласно какому-то приказу, в нем появились кафедры. Эти кафедры наполнялись коллегами, преподавателями. Происходил ежегодно набор, учились студенты, выпускались. И возникает, так сказать, в процессе всего этого движения возникает такое впечатление о живой жизни большого организма. Организм – это очень большой. У нас сейчас насчитывается порядка 2700-800 студентов, точнее, учащихся разных форм подготовки, в том числе и аспирантов, и стажеров. Около 300 преподавателей – это примерно десятая часть всего университета. У нас большой факультет. И, конечно, все время думаешь о том, что этот факультет имеет свою историю. Он уходит корнями в начало 60-х годов. Он возник вместе с университетом в целом. И если пробежать глазами все эти 50 лет, то можно увидеть, как волнами происходила смена студенческих поколений, как происходила волнами смена поколений преподавателей, как менялись, наверное, можно так сказать, форматы образования, как менялись периоды. Один период сменял другой. Но если говорить о периодизации факультета, наверное, можно вспомнить, что в начале своей жизни факультет был нацелен на обучение русскому языку иностранных студентов из стран Азии, Африки и Латинской Америки, которые нуждались в собственных кадрах. Это было в 60-е годы, это было в 70-е годы. Было небольшое количество российских студентов. В основном людей, которые имели жизненный опыт, могли не только учиться, но должны были проводить какую-то воспитательную работу. Но и так длилось почти три десятка. Когда в середине 80-х годов произошли изменения в обществе, то постепенно это изменение наложило свой отпечаток и на движение университета. То есть университет в конце 80-х, в начале 90-х годов вынужден был перестраиваться. Перестройка происходила в том направлении, что к нам стали приезжать не только студенты из стран Азии, Африки и Латинской Америки, но очень много студентов приезжали из российских автономий, из автономных республик. И тогда университет уже вторично стал оправдывать свое название «дружба народов». Потому что «дружба народов» — это не только мировое понятие, это понятие межрегиональное также. Потом, чуть попозже, произошел еще один поворот в жизни университета. У нас стали учиться студенты из бывших союзных республик. После распада Союзского Союза университет был одним из тех немногих центров, который стал притягивать к себе людей из распавшихся или отпавших стран. Это было парадоксально, но это было хорошо. И университет уже в третий раз, уже по-новому, стал оправдывать свое изначально заданное ему название «Университет дружбы народов». И понимаете, и так получилось, что понятие «дружбы народов» как бы было дано, что называется, от Бога. Университет выполняет свою миссию по объединению людей. Но происходили и новые, и другие новые повороты. Мы сейчас наблюдаем очень активный поворот в направлении к Европе, к странам Америки, Латинской Америки. У нас сейчас есть совместные программы с европейскими университетами и партнерами. Но что касается нашего факультета, то мы счастливы, что нашими партнерами являются университеты Франции, например, университет Бордо-3, с которыми мы уже давно проводим совместную программу по филологии. Нашими активными партнерами являются также университеты Италии. У нас два там очень хороших партнера. Университет Болонии, один из старейших в Европе, чем мы очень гордимся. И университет городов Киети и Пескара, это середина Италии, с которыми у нас налажены очень хорошие отношения. Там у нас очень много коллег, филологов, людей, с которыми очень приятно работать, с которыми мы делаем совместные программы. Активно также развиваются отношения с Испанией. Мы горды тем, что нашим университетом-партнером является университет имени короля Хуана Карлоса в Испании, с которым мы осуществляем совместную программу по управлению бизнес-коммуникацией. Вот это наша история. История, которая проглядывает сквозь современную, сиюминутную, ежечасную, активную, бурную жизнь университета. Со всеми человеческими страстями, со всеми проблемами, со всеми взаимоотношениями. Конечно же, хочется, чтобы студенты, которые к нам поступили, а хочется, чтобы их было больше, знали историю нашего университета, гордились этой историей. И чтобы в конце концов они с гордостью могли говорить, я студент филологического факультета Российского университета дружбы народов. И мы очень хотим, чтобы к нам приходило как можно больше студентов на все направления подготовки, которые имеют место на нашем факультете. Филология, лингвистика, журналистика, психология и реклама и связи с общественностью. Поэтому, дорогие друзья, мы ждем вас к себе в гости.